Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Толз. Несколько дней назад началась регистрация в новый клубный год от Integrity Toys W Club 2023. Если вам пока не очень понятно, как это работает, то у меня на канале есть несколько видео об этом, которые помогут вам во всем разобраться. И ссылки на эти видео я оставлю внизу в описании к этому видео. Регистрация в клуб будет открыта до 21 марта и стоимость членства 50 долларов. Членство в клубе дает вам право заказывать кукол от Integrity Toys. В течение года вам будут приходить презентации разных кукол и их можно купить как раз если у вас есть членство. Если его нет, то купить этих кукол можно только у перекупщиков за уже совсем другую стоимость. При вступлении в клуб вы можете выбрать из трех вступительных кукол, с кем вы хотите начать этот год. И при регистрации необходимо сразу указать, каких вступительных кукол вы хотите предзаказать. Каждая кукла добавит к вашему чеку еще 30 долларов. Нельзя сначала оплатить членство, а потом подумать и решить заказать каких-либо вступительных кукол. Это нужно делать все сразу, поэтому не торопитесь. Времени достаточно. До 21 марта все обдумайте и только затем вступайте. И конечно сейчас нужно понимать, что все может пойти не так и ваши предзаказы могут обнулиться, деньги пропасть и к этому нужно быть готовым. Я уже оформила членство в клубе 2023, но без вступительных кукол оформлять предзаказы я не стала. Я сейчас вообще не предзаказываю и не покупаю кукол, но участвовать в жизни клуба мне все-таки хочется. И мне хочется видеть те самые письма от Integrity Toys, видеть их презентации. Именно поэтому само членство я, конечно же, купила. Давайте посмотрим на вступительных кукол от Integrity Toys в этом году. И решение они приняли довольно спорное. Дело в том, что все три куклы уже выходили просто в других цветах. Давайте сначала посмотрим на этих кукол отвлеченно, как будто бы они сами по себе и потом уже сравним с первоначальным вариантом. И первая кукла из линейки New Face. Называется она Billion Dollars Beauty. И первого персонажа зовут Алехандро Луна. Тип тела у этой куклы New Face 3.0, стоп у нее под каблук и Skin Tone FR White. У этой куклы длинные прямые рыжие волосы. Макияж очень нежный, нудовый и взгляд зеленых глаз направлен в бок. Аутфит Алехандро Луны состоит из мини-платья в серебряных пайетках и с черным широким поясом. Дополняет его боа из перьев, серебряная шляпка-пилотка и черные капроновые гольфы. Сумка тоже из серебряной кожи, под крокодила. Черные туфли-лодочки украшены серебристыми шипами. У Алехандро есть две пары дополнительных рук. Одни жестовые, вторые в черных митингах. На всех ручках нежный нюдовый маникюр. Посмотрим на аксессуары. На шее у нее серебряный массивный чокер New Face. Серьги выглядят как серебряный знак доллара. В комплекте есть черные очки со стразами и есть еще серебряное кольцо. Мне нравится лицо этой куклы, но вот аутфит и аксессуары кажутся слишком вычурными. Лично мне больше нравятся куклы в более сдержанном стиле. И мне нравится ее цвет волос, но не нравится длина. Мне кажется, это слишком длинные волосы и я бы сделала их покороче. И давайте сравним ее с первоначальным вариантом. Первый вариант Алехандро назывался Billion Dollars Body и это кукла 21 года. Набор был точно такой же, но цвет уже был золотой. Я не могу сказать, какая кукла мне понравилась больше. Они обе удачные и это отличный вариант. Если вы хотели первый вариант, но не смогли его приобрести, то сейчас вы можете восполнить эту куклу. Вторая кукла из линейки Fashion Royalty и называется она Summer Rose. Это персонаж Евгения Периньфрост. Тип тела у этой куклы FR 6.0. Стопы у нее под каблук и скинтон называется Венгерский. Это яркая блондинка. Ее длинные волосы собраны в низкий хвост и концы закручены в крупные кудри. Макияж нюдовый с золотистыми оттенками и зеленые глаза смотрят прямо. Наряд у Евгении яркий и весенний. Красная блузка с валанами и юбка с цветочным принтом. Наряд дополняют мятный ремень, кожаная плетеная бежевая сумка и черные туфли-лодочки с золотым каблуком. На голове у Евгении ободок с черными жемчужинами, серьги небольшие, золотые с мятной эмалью и на пальчике кольцо в виде золотой бабочки. У этой куклы две пары рук с нюдовым маникюром, обычные и жестовые. С молодым Евгением у меня странное отношение. Некоторые куклы мне очень нравятся, а некоторые кажутся слишком строгими. И эта кукла, мне кажется, слишком холодной. Но ее твит мне очень нравится. Особенно юбка в сочетании с мятным ремнем и кольцо бабочка. И это повтор куклы девятнадцатого года, которая называлась English House. Набор одежды и аксессуаров у куклы был точно такой же, но в других цветах. И еще одно отличие. На ободке у куклы девятнадцатого года была вуаль на все лицо. Сама кукла мне больше нравится из девятнадцатого года, а вот аутфит из двадцать третьего. И третья кукла это по традиции Поппи Паркер. Называется этот выпуск Лимон Лулабей. Тип тела у куклы Поппи Паркер один с половиной. Ножки выполнены со стопой под каблук. Скинтон темный и называется он Эйтон. Это Поппи Бринетка с очень красиво уложенными волосами. Прическу украшает желтая лента из атласа с маленьким очаровательным бантиком. Глаза у куклы Кари смотрят вбок. На губах ярко-малиновая помада, а макияж глаз выполнен в коричневых тонах. Это бельевая кукла. Она в желтой воздушной ночной сорочке и пышном лимонном пеньюаре из шифона и кружева. Весь комплект белья выполнен в стиле пятидесятых-шестидесятых годов. На ножках у куклы домашний с собой из желтого атласа с игривыми белыми помпонами. Украшения очень лаконичные. Серьги-гвоздики и кольцо с желтыми бриллиантами. Спать Коппи отправляется с белым плюшевым мишкой. На шее у него желтый бантик и зовут этого мишку Платон Паркер. У куклы две пары рук с ярко-малиновым маникюром в цвет помады. Обычные и жестовые. Кукла мне очень нравится. Я люблю бельевых кукол, я люблю темнокожих кукол, я люблю Коппи Паркер с высокими начесами. И удивительно, что у этой куклы было даже две предшественницы. Первый вариант 2016 года назывался Паудер Пафф. Кукла была в голубых тонах и было несколько отличий. Во-первых, в комплекте с ней шел дневник в кожаном голубом переплете. А во-вторых, ножки были сделаны с плоской стопой и поэтому с собой были на низком каблуке, а не на высоком. И второй вариант 2019 года был выполнен в розовых тонах, называлась кукла Пинк Паудер Пафф. И от новой версии она отличается только цветовым решением. Моя любимая версия голубая, хотя желтая мне тоже очень понравилась. Заказать этих кукол можно только при регистрации в клуб. Другой возможности купить их не будет. При регистрации за каждую куклу к вашему чеку прибавится 30 долларов. Это невозвратный депозит. Остальные 130 долларов вы оплачиваете, когда кукла выйдет и будет готова к отправке. Происходит это примерно осенью. Тираж этих кукол будет определяться количеством предзаказов. Сколько членов клуба предзакажут каждую из этих кукол, таков и будет тираж. С одной стороны, я думаю, что повторы красивых кукол это хорошая идея. Так новые коллекционеры могут купить кукол, которые им уже недоступны и на вторичном рынке стоят в разы дороже. И старым коллекционерам тоже не обидно, ведь их вариант кукол, который они покупали в предыдущие годы, все равно уникален. Смутило меня, что эта презентация не оправдала моего ожидания праздника от начала клубного года. Я жду каждую презентацию Integrity, то есть с замиранием сердца. И для меня это всегда какое-то ощущение нового года в детстве. После презентации я всегда очень долго рассматриваю все фотографии, все детали. И в этот раз у меня не было ощущения праздника от этой презентации, потому что все это мы уже видели. Я постаралась взглянуть на этих кукол так, будто бы я вижу их в первый раз. И старых версий вообще не существовало. И именно поэтому я оцениваю этих кукол довольно высоко. Но желание кого-то заказать у меня не возникло, потому что все-таки я все это уже видела. Но это тоже хорошо, ведь я сейчас никого не заказываю, и поэтому пропустить этих кукол было не так обидно. Расскажите о ваших планах на этот клубный год, планируете ли вы вступать, планируете ли вы заказывать кого-то из вступительных кукол. Или может быть вы не будете вступать в клуб, но каких-то из вступительных кукол все-таки потом купите. Напомню, что регистрация в клуб продлится до 21 марта, так что время обдумать у вас еще точно есть. Спасибо, что посмотрели это видео, и если вам было интересно, то не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал. А в описании вы найдете ссылки на другие мои соцсети, и буду рада видеть вас и там.